Всем здравствуйте! Я Айсей Исмаилова, методист и преподаватель русского языка и литературы в ТАИМ. Как вы знаете, вышел в сборник тестов по методике на азербайджанском языке. И я оттуда перевожу определенные вопросы, чтобы поделиться с вами. Давайте разберем их вместе. Перед нами вопрос. Учитель планирует за несколько академических часов на уроке английского языка сформировать у учащихся набор знаний и умений через спортивную тему. То есть тема будет про спорт. Учащимся предоставляется статья о команде, которая стала чемпионом Англии по футболу в 2023 году. Читая статью, учащийся определяет, к какому времени относятся события. Они также будут судить о результатах команды в течение года по критериям, используя метод думай, обменивайся, делить и определять отношение болельщиков к поражению команд. И для этого учитель устанавливает следующие критерии. Определение характеристик времени, выражение отношений. И такое задание. Вот задание скрыто здесь. То есть здесь была описана ситуация, здесь занание. Определитель неверный из данных утверждений, вот я подчеркиваю, неверный из данных утверждений относительно цели учителя. И давайте посмотрим, какие цели выставил учитель и что из этого неверно. Первый критерий, первое утверждение, критерий оценивания измеряет способность учащихся анализировать по этапу познавательной сферы. Мы видим определение характеристики и выражение отношений. Нет, здесь скорее всего выражается понимание и применение определенных навыков, которые наметил учитель. Анализировать более сложный процесс, высокий уровень мышления. То есть возможно они в этот процесс будут делать анализ, то есть здесь это есть. Но тут речь идет о критериях оценивания. В критериях этап анализа не учитывается. Именно поэтому первое утверждение неверно, и я его беру. Второе. Учитель формирует у учащихся критическое мышление и использует межпредметную интеграцию. Абсолютно верно, ведь она ставит такую тему спортивную на уроке английского языка. Это связано может быть с физической культурой или с текстами, которые были про спорт, например, в других предметах. Такое тоже возможно. И поэтому она эту интеграцию соблюдает. А почему критическое мышление? Потому что они будут судить о результатах, то есть тут выражать отношения, есть такой критерий. В это время ученики будут аргументировать, защищать свою позицию. То есть критическое мышление однозначно будет присутствовать. То есть это относится, это плюс. Третье. Учитель формирует у них мягкие навыки, рассматривая учащихся с разными типами личности. Как мы знаем, у нас есть soft skills и hard skills. Мягкие и твердые навыки. Что такое soft skills, как раз таки мягкие навыки? Это навыки, они такие гибкие. Почему их называть мягкие? Они подстраиваются под все, их используют везде. А hard skills это навыки, которые используются в узком профиле, в узкой сфере. Конечно, они тут развивают критическое мышление, общение, обсуждение. Это более такие универсальные навыки. То есть мягкие навыки, soft skills, можно еще назвать универсальными навыками. То есть данное утверждение тоже верно. Четвертое утверждение. Педагог формирует умение определять особенности времени в событиях. Все верно, ведь они же тут будут это определять. Да, тут мы говорим в 20-м году. Но в какое время, в какой промежуток времени? То есть насколько это значило для команды, что в это время они были уставшие? Или это был их самый такой разгар? И она в качестве критерия даже это установила. То есть тут все окей совпадает. Пятое утверждение. Учитель формирует у учащихся компетенцию многоязычия и навыки решения проблемы. Если честно, многоязычие я здесь не увидела. Многоязычие связано с изучением различных языков. Возможно, здесь они будут изучать какие-то другие источники, но в ситуации об этом не сказано, чтобы я об этом как-то судила. И решение проблем. Она не ставит проблему, она дает материал для исследования. Следовательно, пятое утверждение тоже неверно. И шестое утверждение. Учитель формирует у учащихся компетентность в области культурной осведомленности и метакогнитивные знания. Данное утверждение тоже считается неверным, поскольку культурная осведомленность – это осведомленность о своей местности, о своей стране. То есть культура, традиции и прочее. Здесь все связано со спортивной темой. То есть тут тема спорт. Именно поэтому культурная осведомленность здесь не затрагивается. Ну и, конечно, метакогнитивные знания. Возможно, они после этого исследования будут знать, над чем им работать. Но в данной ситуации мы этого не увидели. Опять-таки, когда мы решаем ситуацию, выполняем ситуативный вопрос, нам нужно сосредоточиться только на тех частях, которые указаны в ситуации. А может быть было так, а может быть было так – это нам не важно. Если это не указано в ситуации, мы это не рассматриваем. Так как этого нет в ситуации, мы это не рассматриваем и берем как неверный. Итого у нас ответ получился 1, 5, 6. То есть эти пункты не относятся к нашей ситуации. 1, 5, 6 – ответ B. На этом все, уважаемые коллеги. Я вам всем желаю удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok